Уважаемые дамы и господа, прежде всего рад приветствовать всех вас в нашей стране. Вы собрались на межсирийскую консультативную встречу на московской площадке и рассматриваем ваш приезд сюда как вследствие доверия, которое сирийцы вне зависимости от их политических взглядов оказывают и испытывают к России. Уважаемые дамы и господа, которые сирийцы вне зависимости от их политических взглядов оказывают и испытывают к Сурии на московской площадке. Я считаю, что вы сирийцы вне зависимости от того, что вы сирийцы вне зависимости от их политических взглядов оказываетесь. Наши страны связывают исторические узы дружбы, сотрудничества, и мы искренне заинтересованы в сохранении и укреплении этих традиций. Мы хорошо понимаем, что сегодня для всех сирийцев время весьма и весьма непростое. Погибли десятки тысяч ваших соотечественников, граждан Сирийской Арабской Республики, и число жертв продолжает расти. Миллионы ищут убежище за пределами Сирии, террористы и экстремисты всех мастей слетелись с разных концов света. Но мы, как ваши искренние друзья, убеждены, что после их испытаний и бедствий, Сирия вновь утвердится в качестве единого, суверенного, светского, процветающего государства, в котором все граждане, все этнические и религиозные группы будут чувствовать себя комфортно и в безопасности, а их права будут надежно защищены. Я знаю, что все вы разделяете мнение о том, что добиться такой цели можно лишь на основе политического урегулирования и определить контуры этого урегулирования пути его достижения могут только сами сирийцы. Думаю, что вы хорошо осознаете опасность навязывания, сирийцам извне рецептов, которые отражают чужие геополитические устремления. В России знают вас, как настоящих патриотов своей страны, патриотов, чьи убеждения выше личных выгод и амбиций, которые собрались сегодня, чтобы попытаться начать трудный разговор о том, как вместе восстанавливать мир на своей земле. Мы рады, что смогли создать условия для такой работы. Задача перехода от конфронтации к диалогу и к решению насущных вопросов национальной повязки дня требует немалых усилий, включая проявление готовности к неизбежным взаимным уступкам, поиску компромиссов. Но только так можно спасти Сирию и победить те силы, которые хотели бы унизить достоинства ее народа, расколоть и подорвать единство страны, игнорируя риски разрастания в регионе экстремизма и международного терроризма. Мы считаем, что осознание политиками и ведущими представителями гражданского общества необходимости сплочения рядов для борьбы с этой общей угрозой должно стать ключом к восстановлению единства сирийского народа. Я считаю, что класть для политики и паризики, и класть Бариза в стране, в стране, в Суре, класть для обязательств и суфов г kamamah al-khatar al-musharak, Это решение, решение, снижение Сурии и стерилизма. Хотел бы отметить также, что задача объединения усилий для борьбы с терроризмом была выделена в качестве приоритетной и в ходе недавней встречи отдельных представителей оппозиции в Каире. Я думаю, что ни у кого здесь присутствующих нет иллюзий в отношении того, что всего лишь за несколько дней общения можно выйти на решение всех проблем. Но начинать надо и поскорее. Насколько я понимаю, в ваших московских дискуссиях за эти несколько дней вы стремились оттолкнуться от фиксации объединяющих всех вас подходов единство, суверенитет, независимость Сирии, светский характер государства, а затем постепенно переходить к рассмотрению конкретных элементов платформы национального единства. И, как вы понимаете, через московские дискуссии в садах московской области, вы решили, в первую очередь, оттолкнуться от московских дискуссий, Это субтитры, 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 субтитры и субтитры. По расширению и совершенствованию практики локальных замерений, снятию преград на пути гуманитарной помощи населению, урегулированию статуса боевиков, которые сложили оружие, освобождению арестованных лиц, непричастных к совершению преступлений террористической направленности. Именно, установить урегулирования Thing Наша позиция по сирийскому кризису всегда была последовательной. Мы неизменно выступали за урегулирование конфликта с самими сирийцами на принципах Женевского коммуникета 30 июня 2012 года. И основополагающим принципом этого документа является необходимость формирования взаимного согласия сирийских сторон через инклюзивный общенациональный диалог без предварительных условий. Мы неизменно выступали за урегулирование конфликта с самими сирийцами. Мы неизменно выступали за урегулирование конфликта с самими сирийцами. Для усилий по завязыванию такого инклюзивного диалога. Весь смысл Женевского коммунике заключается в том, что процесс урегулирования не может и не должен быть игрой с нулевым результатом. В выигрыше должны оказаться все сирийцы. Внешнее вмешательство, по нашему глубокому убеждению, будь то в форме силовых акций или попыток политического диктата с использованием односторонних санкций, подрывает дух и букву Женевского коммуника. Все снижения, мы уверены, что все снижения для урегулирования конфликта с самими сирийцами, по содействию сирийскому урегулированию, абсолютно транспарентны. Мы всегда открыты для взаимодействия на основе принципов Уставон со всеми, кто заинтересован, также искренне оказывать поддержку в усилиях по завязыванию процесса политического урегулирования. Это процесс будет длительным, сложным. потребует дополнительных усилий по формированию действительно репрезентативного формата диалога. Не все представители оппозиции, приглашенные в Москву, смогли приехать. Мы не делаем из этого большой проблемы, убеждены, что усилия по продвижению общенационального диалога будут продолжены. Мы не можем сказать, что все снижения для урегулирования конфликта с самими сирийцами, это не проблема для нас, и мы уверены, что все снижения для урегулирования конфликта с самими сирийцами Мы видим добавленную стоимость и в тех шагах, которые предпринимает руководство Египта. Мы с нашими египетскими коллегами находимся в контакте, взаимно обмениваемся информацией, учитываем оценки друг друга. Будем приветствовать усилия любых других государств или организаций, которые нацелены на создание оптимальных условий для общенационального инклюзивного диалога, в рамках которого сирийцы сами будут договариваться между собой. И мы рады всех обсуждений, которые нацелены на сайте и нацелены на сайте, которые нацелены на сайте, которые нацелены на сайте. Мы видим потенциал и в миссии специального представителя ООН Стефана Домитрия, который продвигает целый ряд интересных идей, требующих, конечно же, согласования со всеми заинтересованными сторонами. Мы старались создать максимально благоприятные условия для вашей работы, и попросили наших представителей научного сообщества, российской общественности, оказывать вам помощь в организации дискуссии. И хотел бы поблагодарить присутствующих здесь наших соотечественников, Виталия Наумкина, Вениамина Попова, Александра Аксиненка за то, что они в эти дни провели с вами, помогая завязать межсирийский диалог. Виталия Наумкина, Вениамина Попова, Александра Аксиненка за то, что они в этой дни провели с вами, помогая завязать межсирийский диалог в Суре-Суре. Мое же присутствие в этой части вашей работы призвано подчеркнуть то внимание, которое российское руководство уделяет задачи преодоления сирийского кризиса. Мы будем продолжать делать все от нас необходимое, чтобы помочь вам обеспечить единство своего народа, помочь вам выстоять в борьбе с терроризмом, и построить светлое и процветающее будущее для дружественного нам сирийского народа. Вあと, будет здесь в первый моем участке, нашим русский диалогом, который дарит среклапанных ростов, для завязания сурской армии. Мы будем рассчитывать все эти вещи, для послания сурейского государства, с усилием своего народа, Мы будем только рады, если контакты в Москве помогут вам более уверенно продвигаться по длительному и непростому пути урегулирования. Желаю вам успешно завершить сегодняшнюю дискуссию. Я уверен, что вы после завершения своей встречи расскажете о своих оценках средств массовой информации. Я уверен, что эти оценки не будут совпадать во всем, может быть, даже далеко не во всем будут совпадать. Но мы видели свою задачу в том, чтобы начать делать что-то конструктивное, в отличие от продолжающихся конфронтационных попыток использовать сирийскую ситуацию в неблаговидных целях, которые не имеют ничего общего с интересами сирийского народа. Спасибо. 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 Успехов вам. Всего доброго. Удачи. 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 Удачи.